МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мавембера, или как его называют в России, усабря, родилась в Австралии в 1999 году. Ежегодно мужчины во всем мире в ноябре отращивают усы и делают пожертвования на борьбу с раком простаты и другими мужскими болезнями. В России этот вид рака занимает второе место по смертности среди сильной половины. Хоккеисты Спартака Максим Трунев, Александр Осипов, Маркус Свенсен и Артем Подшиндялов на месяц забыли про бритвы. А болельщикам предложили платно голосовать за понравившиеся усы. В результате больше всего голосов, а следовательно и пожертвований, собрал нападающий Артем Подшиндялов. Все собранные средства Спартак переведет на счет Российского фонда профилактики рака, который называется «Ненапрасно». Авангард также подвел итоги усабря. Клуб собрал средства для урологического отделения Омского областного онкодиспансера. Благодаря пожертвованиям удалось улучшить бытовые условия пациентов. Подарки в больницу привезли капитан команды Евгений Медведев и защитник Виталий Меньшиков. Игроки пообщались с врачами и пациентами, среди которых оказалось немало болельщиков. А также оценили техническое оснащение отделения и побывали в операционном блоке. Здесь работают потрясающие люди, с кем мы познакомились. Золотые руки. И то, что они делают, это огромное уважение. С моей стороны лично. Замечательное здесь отделение онкологическое. То есть все условия созданы таким прекрасным рукам. И техническая обстановка здесь. Очень дорогое оборудование. Нападающие Виктор Тихонов и Александр Барабанов устроили СКА-челлендж и в интернете разыграли клюшку среди болельщиков. Для того, чтобы выиграть приз, необходимо было угадать, какой мяч залетит в ворота. Особенность футбола заключалась в том, что вся игра проходила вслепую. Ну все, теперь моя очередь убивать головы. Посмотрим, что это. Видите, спасают в ворота. Что, там гол? Да. В новом для себя качестве выступили хоккеисты Сибири. Родной лед дворца спорта стал местом для вечеринки. А хоккеистам, как всегда на льду, предстояла тяжелая работа. Пенная вечеринка, пати в гавайском стиле, хэллоуин или маскарад. Все это уже банально. В Новосибирске пошли дальше и устроили прием для своих болельщиков прямо на льду. Пригласительные билеты были разыграны среди владельцев абонементов. И надо признать, что им несказанно повезло. Дело не только в еде и напитках. Дело в официантах. Обслуживали самых почетных гостей для хоккеиста игроки. И даже самые рьяные получали солидные чаевые. Хоккеисты примерили на себя не только функции официантов, но и барменов, ведущего и диджея. Гости остались довольны. Но главное, чтобы игроки радовали болельщиков на своем основном месте работы. В преддверии Нового года у Лады заработала новогодняя почта. Болельщики могут писать поздравления игрокам и бросать их в специальный почтовый ящик на арене. Все письма будут переданы команде, а потом хоккеисты выберут самое оригинальное пожелание. Сибирь к Новому году выпускает ограниченную серию уникальных детских свитшотов. Особенность свитера в том, что на него будет нанесен узор из лучших рисунков конкурса, в котором участвовали дети от 7 до 12 лет. На Авангард ТВ вышла очередная серия игр, теперь уже новогодних. На этот раз в поединке сошлись нападающий Андрей Стась и защитник Максим Минеев. Для начала хоккеисты с шайбами сразились в спортивной крестики-нолике. Более ловким и изобретательным оказался Андрей Стась. Затем каждому дали по 5 попыток пробить пенальти. Здесь ничья. Посильнее можно? Готов? Да. И на десерт сладкий конкурс. Кто быстрее съест конфеты палочками. Сразу видно, что Максим Минеев любит заглянуть в японские рестораны, поэтому справился раньше. Итог ничья и хорошее настроение как участников, так и зрителей в Ютьюбе. Ну, давай, давай. Да. Молодежь, что кушать умеет. Если болельщику на матч удается поймать вылетевшую за борт шайбу, тогда поход на хоккей можно считать удачным вдвойне. Но на этой неделе произошло событие, которое поднимет ценность такой добычи многократно. В чем уникальность шайбы, расскажем прямо сейчас. Старт, 70-й, протяжка 1. Бладовка, юля, борт. Пуск. Первое вбрасывание плей-офф Кубка Гагарина образца 10 сезона будет произведено уникальной шайбой путешественницей. В качестве туриста отправилась она на Международную космическую станцию вместе с членами экспедиции, россиянином Антоном Шкаплеровым, американцем Скоттом Тинглом и японским астронавтом Наришиги Канайи. Вместе с ними полетела и уменьшенная копия Кубка Гагарина. Кстати, сам главный трофей в течение трех дней присутствовал мы в космодроме, в сопровождении Найджела Доуса. Каждый желающий мог сфотографироваться с Кубком и принять участие в автограф-сессии и мастер-классе нападающего Бориса. Заодно Доус презентовал и свитер матча звезд 2018. А в это время на космодроме вовсе ушла подготовка к старту, начиная от вертикализации ракеты и заканчивая благословлением батюшки. Полет шайбы в космос продлится 72 дня. Именно она даст старт десятому к юбилейному розыгрышу плей-офф Кубка Гагарина. Хоккеисты Северстали в рамках проекта «Хоккей без границ» провели открытую тренировку для людей с ограниченными физическими возможностями. Встреча прошла в Ледовом дворце в теплой и дружеской обстановке. Болельщики смогли не только увидеть тренировку команды, но и выйти на лед вместе с игроками, получить небольшой мастер-класс, а в конце встречи, конечно, сделать фотографии на память. Насколько уникальный проект «Хоккей без границ» для клубов КХЛ? С 14-го года, с 30-го декабря начали этот проект. Не мы начали, а нас пригласили. Так случайно все получилось. Долгая история. Наш клуб, наши люди вот идут впереди. По проекту «Хоккей без границ» для инвалидов у нас. Мы очень много ходим. Наши ребята очень довольны, кто участники проекта. Воспоминания постоянные. Такие эмоции и радость. Мы рассказали вам все самое интересное, что происходило на этой неделе за пределами ледовой площадки. А вот все самые яркие, незабываемые и запоминающиеся случаи во время матчей находятся в ведении Евгении Перуновой. И она готова с вами поделиться. Насыщенной выдалась игровая недели КХЛ после перерыва, связанного с матчами Евротура. О ярких моментах, рекордах и интересных эпизодах по порядку. Вперед! Как лучше всего отметить возвращение на лед? Не просто голым, а рекордом. Так поступает Сергей Мазякин. После недолгого отсутствия 10-й номер «Магнитки» вышел на лед в гостевом матче с подмосковным «Витязем». Единственный гол «Металурга» записал на свой счет человек-рекорд, который стал трехсотом в карьере нападающего в лиге. Это абсолютное достижение в истории КХЛ. Более того, с каждой новой заброшенной шайбой Мазякин будет поднимать рекордную планку. Удивительную скорострельность в дебюте встречи проявили «Адмирал» и «Рижская Динамо», которые отличились по разу меньше, чем за минуту. Две самые быстрые шайбы со старта матча влетели за 48 секунд. Предыдущее достижение было установлено во втором сезоне КХЛ и составляло 55 секунд. К слову, многообещающее начало во Владивостоке не имело должного продолжения. В дальнейшем свои навыки в атаке демонстрировали только гости. Итог 3-1 в пользу «Рижан». Нефтехимик Андрей Назарова впечатляет результатами. Команда идет на третьем месте в конференции, а в дивизионе отстает лишь от «Акбарса». И как раз его, лидера «Востока», нижнекамцы обыграли дважды за последний месяц. Во втором татарстанском дерби команда «Белеледдинова» ничего серьезного не смогла противопоставить нефтехимику. Илья Ежов оформил второй подряд сухарь после евротуровской паузы, а Дэн Секстон поразил ворота казанского клуба дважды. 3-0. Нефтехимик. Афиша матча ЦСКА «Металлург» заставила вспомнить о финальной серии Кубка Гагарина двухлетней давности. Команды за это время сильно изменились, а вот интрига и качество хоккей на площадке никуда не делись. «Магнитка» сумела прервать 12-ти матчевую победную серию армейцев, забросив ЦСКА аж 4 раза. Причем две последние шайбы влетели в пустые ворота в концовке встречи. Ответила дружина Никитина лишь одним голом. Кто бы мог подумать. Такой получилась игровая неделя в КХЛ. Было о чем рассказать и на что обратить внимание. Это была программа «Игра слов». Увидимся ровно через неделю. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!